Дорожная карта Речь шла о основных приоритетах направлений внутри института, которые во многом основываются на совместных проектах с российскими и зарубежными компаниями и тесно сотрудничают с институтом геологии и нефтегазовых технологий. Мы посетили Китай и Колумбию, договорились о проекте в Колумбии. Наши технологии будут применяться в Колумбии. В этом году будет этот проект. Мы сегодня будем иметь такой проект с зарубежной компанией. Беккер Хьюз сегодня очень интересуется. Сегодня на выходе готов проект. Он пока небольшой, примерно 200 тысяч долларов. Но это очень интересная такая работа. Стоит отметить, что в скором времени совместно с Институтом управления экономикой и финансов реализуется направление экономикой и инноваций нефтегазохимического комплекса. Институт во многом преуспел за 2016 год. И несомненно, это можно было заметить на графических показателях, которые были представлены Данисом Карловичем. В нашем институте учится больше тысячи человек. И каждый год мы выпускаем примерно около 200 человек. То по программам дополнительного образования в 2016 году мы обучили 700 человек. То есть это в три раза больше, по сути дела. И стоимость заработанной деньги уже приближается к деньгам, которые зарабатывают за счет основного образования коммерческого. Как говорилось, в 2020 году геологи планируют увеличить доходы из небюджетных средств. И, как отмечается, доля средств от Института геологии и нефтегазовых технологий составит 78%. А также увеличится количество иностранных студентов и сотрудников, которые прошли обучение за рубежом. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.